Вы ведете съемку? Да, все будет предупреждать надо. Я старший инспектор по исполнению инициативного законодательства отделения ПАИАС, ГИБДД, МВД России, Поточинскому району, Неверойской области. Злание должен? Майор полиции Кравчук Владимир Анатольевич. Кравчук? Кравчук Владимир Анатольевич. Майор полиции Кравчук Владимир Анатольевич, СПЛ-13-4147, 31 марта 2028 год. Владимир Анатольевич, благодарю, зафиксировали. Добрый вечер, дамы и господа, меня зовут Таташвили Денис Геннадьевич, юрист, общественный деятель. Перед просмотром видеоматериала вкратце вам расскажу предысторию. 28.05.2023 года. Инспектор взвода номер 2 УРДПС ГИБДД МВД России, Поточинскому району, Ленинградской области. Старший лейтенант полиции Устинов в отношении моего доверителя составил протокол об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Рассмотрение дела было назначено на 06.06.2023 года в 10 часов утра 0 минут по адресу Ленинградская область, город Тосна, шоссе Барыбина, дом 56, литера Г. Без указаний кабинета. Указанную дату и время я явился в качестве защитника, соответственно. Значит, встретил меня старший инспектор по ЕАС ГИБДД МВД России, Поточинскому району, Ленинградской области, майор полиции Кравчук Владимир Анатольевич. Который, являясь участником по делу, почему-то разъяснил мне процессуальные, частично. Процессуальные права предусмотрены статьей 25.5 КОМПР, я даже сказал огласил. И после этого меня направил к руководителю, своему непосредственному. Это заместитель начальника ГИБДД МВД России, Поточинскому району, Ленинградской области, майор полиции Карелин Артем Александрович. Который удовлетворил моё ходатайство об ознакомлении с материалами дела и отложил рассмотрение дела на 22.06.2023 год в 15 часов 00 минут по тому же адресу. По причине того, что не было технической возможности получить видеозапись системы ДАЗОВ-77 и подгуль видео. Так вот, сегодня состоялось открытое рассмотрение дела указанным должностным лицом. То есть 22.06.2023 года в 15 часов 00 минут ознакомился с видеозаписью, которая, как выяснилось, является копия с копией, снята с одного устройства на другое устройство. Ну, нельзя сказать, что это оригинал. При этом данное доказательство не оценено должностным лицом при вынесении постановления по указанной норме, согласно которому моему доверителю назначена санкция 500 рублей штраф. На указанный акт мы обязательно под этим жалобу в течение 10 дней. Тем не менее, посмотрите, как должностное лицо рассматривает дело об административном правонарушении. Уклоняется выполнить требования статьи 29.7 КОАП РФ. На все ходатайства он отвечает исключительно только посредством Почты России. И отказывается выполнить требования 29 главы КОАП РФ, а именно вынести определение по заявленному ему отводу. Отобрать расписку у защитника за разъяснение процессуальных прав, предусмотримые статьей 25.5 КОАП РФ и статьей 51 Конституции РФ. То есть рассмотрение дела было по понятиям. Масса процессуальных нарушений, я не стал их устранять. Об этом мы будем говорить уже в городском, в Тойстинском городском суде Ленинградской области, о чем вы будете проинформированы. И в продолжении темы посмотрите видеоматериал от 06 на 06 2023 года и от 22 06 2023 года. Очень важны ваши комментарии. Меня смотрят юристы, адвокаты, цивилисты, граждане. Мне интересно ваше мнение. Оставьте его в виде комментариев. Большое спасибо за внимание. С вами был юрист, общественный деятель Таташвили Денис Геннадьевич. Приятного просмотра. Вы ведете съемку на фиксирование. Я могу предупреждать нам? Не обязан. Не обязан. Меня интересует... Меня зовут Таташвили Денис Геннадьевич. Я представляю гражданина Семенова. Интерес. Чем вы его представляете? На основании... Сейчас, минутку. На основании доверенности. Я могу присесть? Пожалуйста. И воспользоваться государственной медицей. Выйдет человек, зайдете. На основании доверенности. Давайте, чтобы вас не включало видео в камеру. На aujourd' davantage. Как только возможно. В? Выскому используется этой недвижимости. И послед vaig могу узнать? Вау-воевка. В? 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 Бґр. Я capable? Мне интересует этот отдел, вы будете рассматривать дело для понимания? Сейчас подождите, мы установим ваши полномочия, кому я передаю документы. Вы еще ничего не передаете, подождите, мы ваши полномочия устанавливаем, какой у вас статус отделе защиты, прочитать-то должен, что здесь написано. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Что и вас дело интересует? Зачем я не могу формировать продатство? Меня интересует протокол об административном правонарушении 147 Анна Борис за номером 02-7032, 28 мая текущего года. Составлено должностным лицом Устиновым. На что имя? Ходатство формировать. Так, в отношении кого? Гражданина Устинова, ой, отставить. Гражданина Семенова, инспектора Устиновым составлен протокол об административном правонарушении по части 20 ст. 12.25 КВФ. Ему назначена дата, время рассмотрения дела. Кабинет назначен. Согласно указанному документу. Сегодня назначен. 06.06.2023 год в 10 часов 00 минут. Город Тосно. Шоссе Барыбин, дом 56. Литера Г. Может быть, я ошибся? Может, и другое ГИПД? Ну, тем не менее, можно на что жирное удостоверение? Я старший инспектор по исполнению инициативного законодательства отделения ПАИАС ОГИБДД ОМВД России по Тосиновскому району Минерской области. Так, название должен. Майор полиции Кравчук Владимир Анатольевич. К? Кравчук Владимир Анатольевич. Кравчук Владимир Анатольевич. СПЛ 134147. 31 марта 2028 год. Владимир Анатольевич, благодарю. Зафиксировали. К? 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Так, все нормально, ничего не потерялось. Вот это протокол. Значит, перед рассмотрением дела вам разъясняются ваши права, как защитника. А сам Семенов не прибыл, да? Да, по Семенаме кстатистям явиться не было. Понятно. Значит, вы имеете право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, заявлять хататайство различного рода. Значит, пользоваться услугами переводчика, если вы не можете на русском языке владеть. Ну, услугами защитника это вам и так уже воспользовался. Это общие права, вам они ясны. Значит, тогда... Сейчас ожидайте, я материал отнесу руководителю и он будет рассматривать материалы для этого нарушения. Да, видно у вас, по-короче. Да. Денис Геннадьевич, права и обязанности ваши уже вам разъясняли, правильно? Насколько я понимаю, уже все ваше... Служимное удостоверение ваше. Можно я просто догадаться на ваше, не буду. Да, да, без проблем. Служимное удостоверение ваше. Так, а вы заместитель начальника, получается? Да, заместитель начальника, делал ГВДД. Ходатство... Позвольте, я вышу. Да, конечно. В производстве замначальника ГВДД МВД России по Тосинскому району, Градской области, майор полиции Карелина. А. 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 Далее должностное лицо. Находится дело об административном правонарушении. На основании протокола 147 Анна Борисова, номер 02-70-32 от 28-05-2023 года. В административном правонарушении предусмотрено положение части 2 статьи 12.25 КОПРФ. Составлено инспектором взвода номер 2 УРДПС ГИБДД МВД России по Тосинскому району, Ленинградской области. Старшим лейтенантом полиции Устиновым. А. А. Далее должностное лицо в отношении Семенова А.С. Лицо привлекаем к ответственности. Соответственно, как следует из материала дела, рассмотрение дела об административном правонарушении, назначено 06-06-2023 год, 10.00 по адресу Ленинградской области, город Тосна, шоссе Барыбина, дом 56, литера Г. Согласно материалам дела, интересы лица привлекаем к административной ответственности. Представляет Таташвили ДГ. Далее защитник. Соответственно, положение части 5 статьи 25.5 КОПРФ. Защитник представит допущенную к участию в производстве по делу об административном правонарушении. Право ознакомиться со всеми материалами дела. Представляет доказательства, заявляет ходатайства от участия в рассмотрении дела об желоприменении мер обеспечении производства по делу и постановлении по делу, пользуется иными процессуальными правами, соответственно, следующим кодексом. Согласно 29 главе Кодекса РФ об административном правонарушении, должностное лицо, принявшее к своему производству дело об административном правонарушении, вносит определение. На основании выше изложено в соответствии с положением статьи 25.5, 29.4, 29.7 КОПРФ. За номером 02.70.32.28.05.2023 года об административном правонарушении предусмотрено положение части 2 статьи 12.25 КОПРФ, составленное инспектором взвода номер 2 УРДПС ГИВДД УМД России по Тосинскому району Городской области, старшим лейтенантом полиции Густиновым АА в отношении Семенова АС. Время 10 часов 55 минут 06.06.2023 год. С уважением. Защитник подпись Денис Геннадьевич Таташвили. Время 22.60, 30 градусов referenced. Академия прохот, используя 20 минут, в пятнадцатый километров, капа тals, поселиться к пр 17.30 км. Офу з projectという метро connecting поしょう о corner home. Продолжение следует... 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 Заместитель начальника отдела ГИБДДС, полтана, 43-46, 25 мая, 2027, Артём Александрович. Да, установили. Так, у нас на рассмотрении находится административный материал отношения гражданина СПО, статья 12.25, часть 2. Так, у нас поступило ходатайство с ознакомлением административным материалом. Правильно? Так, сейчас, с частью административных материалов вы были уже ознакомлены. У нас приведет запись. Оставляем, у нас основания отложились. Да. Так же, вы можете ознакомиться. Символ получен с инспектору стимул. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Далее Должностное лицо Должностное лицо В отношении Семенова А.С. Как следует из материалов дела Рассмотрение дела об административном правонарушении Назначено 22.06.2023 В 15.00.00 По адресу Ленинградская область Город Толстно Шоссе Барыбин Согласно материалов дела Интересы лица привлекаем к административной ответственности Представляет Таташвили Далее защитник В соответствии с положением части 5 ст. 25.5 КОПРФ защитник и представитель Допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении В праве знакомиться со всеми материалами дела Представляет доказательства Завод ходатайства и отвода участия в рассмотрении дела Обжаловании меры обеспечения производства по делу Постановления по делу пользоваться иными партуальными правами В соответствии с настоящим кодексом В соответствии с положением части 2 ст. 15 Конституция РФ Органы государственной власти, органы местного самоуправления Должностные лица, граждане их объединения Обязаны соблюдать Конституцию РФ Статью 1.2 КОПРФ Ставится задача законодательства об административных Правонарушениях, первостепенность которых является Защита личности, охрана прав, свободы человека и гражданина Согласно положению ч. 2 ст. 29.3 КОПРФ При наличии обстоятельств предусмотренных положением Статьи 29.2 настоящего кодекса лицо В отношении которого ведется производство по делу Об административном правонарушении, потерпевший закон Представитель физического и юридического лица, защитник Представитель прокуратов в праве, заведет отвод Судье, члену коллегиального Органа, должностному лицу Всего положения ч. 2 ст. 29.2 КОПРФ Судья, должностное лицо Не могут рассматривать данное дело в случае Если лично, прямо или косвенно заинтересован В разрешении дела. Такие основания Для сомнения, беспристрастности и объективности Должностного лица, полагаю, установлены Материалами настоящего дела Так, 6.06.22.06.2023 Должностное лицо перед началом рассмотрения Дела по существу от исполнения обязанностей Прямо регламентированных положений Статья 29.7 КОПРФ уклонился Начав рассмотрение дела, не разъяснив Защитнику процессуальные права и обязанности Предусмотренные ст. 25.5 КОПРФ И ст. 51 Конституции РФ Не разъяснил порядок заявления Отвода о должностному лицу Предпочитая нарушить закон При этом, 06.06.2023 года Старший инспектор по ЕАЗ ГИБДД УМД России по Тосинскому району Неградской области Майор полиции Кравчук Владимир Анатольевич Не являясь участником по делу Частично огласил защитнику положения Статья 25.5 КОПРФ Таким образом, должностное лицо Осуществляющее рассмотрение дела Систематически нарушает закон Поведение должностного лица Свидетельствует о том, что он Игнорирует установленное Законом требования И Извините Поведение должностного лица Свидетельствует о том, что он Игнорирует установленное Законом требования И намеренно нарушает права тех В отношении кого он призван Осуществлять свою профессиональную Деятельность по защите Что свидетельствует Неспособности должностного лица Выполнять возложенные на него функции Считаю, что должностное лицо, осуществляющее рассмотрение дела, забыло, ради чего он служит в правоохранительных органах. Тем не менее, следовало бы напомнить, потому что в положении статьи 5 часть 1 Федерального закона номер 3 о полиции, полиция осуществляет свою деятельность на основании соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с положением части 1 части 4 статьи 6 Федерального закона номер 3 о полиции, полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом. Сотрудник полиции не может в оправдании своих действий без действий при выполнении служебных обязанностей, ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения предстоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства. Согласно положению 1 части 2 статьи 8 Федерального закона номер 3 о полиции, полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными для граждан. В соответствии с положением пунктов 1, пункта 3, пункта 4, пункта 12, пункта 13 части 1 статьи 12 Федерального закона за номером 342 о службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, сотрудник органов внутренних дел обязан знать и соблюдать Конституцию РФ, законодательные и нормативно-правовые акты РФ в сфере внутренних дел, обеспечить их исполнение. Проходить в порядке устанавливаемым федеральным органам исполнительной власти в сфере внутренних дел регулярные проверки знания Конституции РФ, законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в указанной сфере. Обращаться по служебному вопросу к своему непосредственному руководителю начальнику, а при необходимости к прямому руководителю начальнику, поставив при этом в известность непосредственного руководителя начальника, соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан общественных обитнений и организаций, не допускать злоупотребления служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника, сообщать непосредственному руководителю начальнику о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов при выполнении служебных обязанностей и принимать меры по предотвращению такого конфликта. Согласно положению пункта 1, пункта 2, пункта 3, пункта 4, пункта 7, ч. 1 ст. 13 Федерального закона за номером 342 о службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен исходить из того, что признание соблюдения и защита прав и свобод человека и гражданина определяет содержание его профессиональной служебной деятельности, заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображения личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступок, вызывающие сомнения в его объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа и исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти, проявлять уважение, вежливость и оптичность по отношению к гражданам в пределах служебных полномочий, оказывать им задействие в реализации их прав и свобод, соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам, выполнять служебные обязанности добросовестно на высоком профессиональном уровне. Тем не менее, допущенное должностным лицом нарушение материальных и процессуальных норм дискредитирует высокое звание сотрудника правоохранительных органов в целом. Своими действиями должностное лицо нарушило требования, приведенных выше законов Российской Федерации, поэтому защита не желает, чтобы в дальнейшем дело рассматривало указанное должностное лицо. На основании вышеизложенного и руководствуясь положением статьи 25.5, 29.2, 29.3 и 29.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заявляя отвод заместителю начальника ГИБДД МВД России по Тоснинскому району Градской области, майору полиции Карелину Артему Александровичу, дальнейшего рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном положением части 2 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Семенова. 15 часов 7 минут, 22 июня, 2023 год, с уважением, защитник, подпись Даниконечка Аташвили. Заменил ашпринта. Ответаю. Рассматривать дальше заявление останется также заместитель начальника отдела гибридов по Кутосинскому району, майор полиции Харина Артемель Александрович. Ответ на Ваше ходатайство будет изготовлено, направлено по почте. Прекрасно. Позвольте дальше? Да. Ходатство вызове прокурора государственного обвинителя для соблюдения принципа состязательности. В производстве заместителя начальника ГИБДД МВД России по Кутосинскому району, майору полиции Карелина, А. Далее должностное лицо находится дело об административном правонарушении по протоколу 147 Анна Бориса, номером 02-70-32-28-05-2023 года. Об административном правонарушении предусмотрено положение частью 2 статьи 12.25 КОАП РФ, составленного инспектором взвода номер 2 УРДПС ГИБДД МВД России по Кутосинскому району, Ленинградской области, старшим лейтенантом полиции Устиновым А. Далее должностное лицо в отношении Семенова А.С. Как следует из материалов дела рассмотрение дела об административном правонарушении, назначено 22.06-2023 год в 15.00 по адресу Ленинградской области, город ОСНО, шоссе Барыбино, дом 56, литера Г. Согласно материалов дела, интересы лица привлекаем к административной ответственности, представляет Таташвили. Д.Г. Далее защитник. В соответствии с положением части 5 статьи 25.5 КОАП РФ, защитник представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, в праве знакомства со всеми материалами дела, представляет доказательства, заявляет ходатайство и отвода участия в рассмотрении дела, в праве применения, меры обеспечения производства по делу, постановления по делу, пользуются иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Согласно положению части 2 статьи 1 звездочка 1 КОАП РФ, настоящий кодекс основывается на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договоров РФ. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрены законодательством об административных правонарушениях, то применяются правила международного договора в соответствии с положением пункта 2 пункта 3 постановления Пленного Верховного Суда РФ с номером 21 о применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 года и протоколов к ней. Как следует из положения статьи 46 Конвенции, статьи 1 Федерального закона за номером 54 о ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, дали Федеральный закон о ратификации, правовые позиции Европейского суда по правам человека дали Европейский суд, которые содержатся в окончательных постановлениях суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов. Следовательно, аналогия для должностных лиц. Правовые позиции Европейского суда учитываются при применении законодательства РФ. В частности, содержание прав и свобод, предусмотренных законодательством РФ, должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, раскрываемого Европейским судом при применении Конвенции и протоколов к ней. Ранее Европейский суд в решении против Российской Федерации устанавливал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении требования беспристрастности в связи с тем, что неучастие в деле об административном правонарушении прокурора повлияло на действие презумпции невиновности в ходе судебного разбирательства и, как следственно, на вопрос о беспристрастности суда и наоборот, осмотреть постановление ЕСПЧ по делу Карелин против Российской Федерации от 20.09.2016 года жалоба за номером 926-08, параграф 72. Суд вновь повторил, что презумпция невиновности будет нарочена в тех случаях, когда на практике или на основании действия закона, например, правовая презумпция, время доказывания прикладывается с обвинением на защиту, осмотреть постановление ЕСПЧ по делу Телфнер против Австрии от 20.03.2001 года жалоба за номером 33.501.96, параграф 15. Кроме того, в упомянутом деле Карелин против России, параграф 73, суд пришел к выводу о том, что имеющаяся информация о содержании и применении соответствующих норм законодательства Российской Федерации не позволяет выяснить, каким образом презумпция невиновности и время доказывания применяется в делах об административных правонарушениях, рассматриваемых судами общей юрисдикции. При таких обстоятельствах Европейский суд пришел к выводу о том, что у национальных судов не имеется альтернативы, кроме как взять на себя задачу предъявления и, что более важно, нести бремя для поддержки обвинения в ходе устного рассмотрения дела в целях объективного установления событий и состава меняемого за Семенову административного правонарушения, реализации его права на защиту, представления доказательств, выяснения всех обстоятельств дела, исследований и оценки представленных в материалах дела доказательств, а также следуя презумпцией положением ст. 49.123 Конституции РФ, ст. 1.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Принципы презумпции дневного насти гражданина РФ, руководствуя ст. 6 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и положением ст. 24.4.25.5.25.6.29.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях прошу. При рассмотрении дела об административном правонарушении предусмотрено положение частью 2 ст. 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Семенова обеспечить участие в деле для поддержки публичного обвинения от лица Российской Федерации прокурора Тосинского района Ленинградской области, известившего о рассмотрении дела и объявив на время прибытия самого прокурора или его помощника в перерыв. Время 15 часов 16 минут 22 июня 2023 год. С уважением, защитная подпись Денис Геннадь, штат Ишвилис. Также в этом ходатайстве будет вам отказано, определение будет изготовлено, отправлено на ваш адрес. Ходатство о ведении протокола при рассмотрении дела. В производстве заместителя начальника ГИБДД ОМВД России по Тосинскому району Ленинградской области, майору полиции Карелина, АА, дали должностное лицо, находится дело об административном правонарушении на основании протокола 147 Анны Бориза, номер 02-70-32 от 28.05.2023 года. Продолжение следует об административном правонарушении предусмотрено в положении части 2 статьи 12.25 КОПРФ, составленного инспектором взвода НМВД ОМВД России по Тосинскому району Ленинградской области, старшим тенантом полиции, Устиновым, АА, дали должностное лицо в отношении Семенова, ААС. Как следует из материалов дела, рассмотрение дела об административном правонарушении назначено 22.06.2023 год в 15.00 по адресу Ленинградской области, город Тосинск, шоссе Барыбин, дом 56, литера Г. Согласно материалам дела, интересы лица подвлекаем к административной ответственности, представляет Таташвили ДГ, далее защитник. В соответствии с положением части 5 статьи 25.5 КОПРФ, защитник и представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, в праве знакомства со всеми материалами дела, представляет доказательства, заявляет ходатайство, отвода, участие в рассмотрении дела, обжаловывает применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользуется иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Так, при рассмотрении дела об административном правонарушении в пункте 9 постановления Пленного Верховного Суда РФ за номером 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ, разъяснено, что КОПРФ не содержит запрета на введение протокола при рассмотрении дела судьей аналогии должностным лицом. В необходимых случаях возможности введения такого протокола не исключаются, учащего, учитывая, что защита будет излагать в процессе свои аргументы и возражения в связи с возможным привлечением к административной ответственности Семенова. Незаконности составленного административного материала в отношении Семенова у защиты могут возникнуть в ходе процесса дополнительные аргументы и доказательства подтверждения доводов защиты и опровержения доводов должностных лиц, которые, как считает защита, должны получить свое отражение в протоколе. Протокол является единственным документом, который отражает весь вход разбирательства подъема, заявленные ходатайства участников разбирательства, а также процесс исследования каждого доказательства, которое должностным лицом, кладутся в основу принятия решений в соответствии с законом. Кроме того, протокол может быть использован как источник доказательств в случае рассмотрения дела в суде. При этом протокол способствует принятию должностным лицом решения в соответствии с материалами дела и обеспечит возможность контроля за выполнением должностным лицом требований закона при последующем обжаловании постановления. Отсутствие в деле протокола лишает возможности высшестоящему должностному лицу осуществлять контроль о защите, защищать права и законные интересы доверителям. В соответствии с вышеизложенными на основании положения ст. 24.4, 25.5, 29.12 КОАПРФ прошу в процессе разбирательства по делу обеспечить введение протокола. Время 15 часов, 21 минута. 22 июня 2020 год. С уважением, защитный подпуск. Денис Геннадьевич Наташенко. И июня 2020 год. Денис Геннадьевич Наташенко. Отказано, да? Да. Прекрасно. 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 правонарушεια не являются участниками производства по делам административных правонарушениях, оргàn которых перечислен в главе 25 КОАП РЭП. Они в правих заявят ходатайства отвода, а также обжалуют вынесенные по делу определения и постановления судей. При рассмотрении дела при лечении лиц к ответственности за административное правонарушение, а также по жалобам и протестам на постановления по делам административных правонарушениях в случае необходимости не исключается возможность вызова в суд. Аналогию опять же таки привожу. Юрисдикционный орган ГИБДД указан в лиц для выяснения возникших вопросов. Согласно положению частью 2 статьи 1 звездочка 1, куаперев настоящий кодекс основывается на Конституции РФ в общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договоров РФ. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрено законодательством об административных правонарушениях, то применяются правила международного договора. Согласно Конвенции о защите прав человека основных свобод от 04.11.1950 г. под пункт 3.d, каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет как минимум следующие права допрашивать показывающих против него свидетелей иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на те же условия, что и для свидетелей, показывающих против него. Согласно позиции Европейского суда по правам человека, прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса. Право на защиту требует, чтобы лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, было представлено адекватно и надвижающее возможность оскорить показанный свидетелем и произвести его допрос. Иное признается нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Привожу практику Европейского суда по правам человека. Постановление Европейского суда по правам человека от 13.03.2012 года Дело Карпенко против РФ. Постановление Европейского суда по правам человека от 13.05.2012 года Дело Салифов против РФ. Постановление Европейского суда по правам человека 25.04.2013 года Дело Евгения Иванов против РФ. В соответствии с вышеизложенным на основании положения ст. 24.4, 25.5, 25.6, 29.12 Кодекс РФ об административных правонарушениях Прошу вызову ГИБДД УМД России по Тосинскому району Небрадской области Инспектора взвода НМ2 УРДПС ГИБДД УМД России по Тосинскому району Небрадской области Старшего правонарушения полиции Устинова АА 15 часов 28 минут 22.06.2025 год С уважением защитник Попера Денис Геннадьевича Попашюри Денис Геннадьевич, Поператор Вашим будет отказано Отказано в удовлетворении подозрения Вас не струднит закрыто окно, я вас не слышу Там такое дождь, что ли? Спасибо большое Спасибо Мы можем приступить к рассмотрению дела Еще раз напоминаю, что вы уже в курсе, в принципе, статья 25.5 Можете делать отвод, ознакомиться со всеми материалами У нас есть ХДП, ознакомиться со всеми материалами дела Итак, изучив материал дела, прихожу к выводу, что материал составлен Протокол по административному правонарушению 147 АБ 027-032 А28-05-2023 года составлен старшим сержантом полиции Устиновым Олегом Александровым В отношении Семенова Андрея Сергеевича составлен законно В соответствии с чем Андрей Сергеевич будет подвергнут административному наказанию, видимо, в виде административного штрафа по размере 500 рубля Постановление может быть обжаловано вышестоящий орган Артем Александрович, вы приступили к рассмотрению дела, вы выясните, есть ли у нас объяснение по делу, например У нас, допустим, есть объяснение письменное, а вы уже вынести постановление, то есть результивную часть озвучить Хотя закон предусматривать надо вынести письменное Кроме того, вы весь порядок, весь процесс производства по делу нарушаете Вам по разным основаниям заявляется ходатайство в соответствии со статьей 24.4.29.12.25.5 КВФ Вы игнорируете эти положения, не выносите определения, тем самым нарушаете право на защиту Они рассмотрели заявление об отводе, которое подлежит немедленному рассмотрению в соответствии с 29 главой КОАП РФ Я рассмотрел его, сразу вам решение свое сказал, то, что рассмотрено А само... Такого еще защиты, например, будет объяснение Вы приступили к рассмотрению, не обозрив материалы дела, не спросив мнения, не выяснив, есть ли у защитника дополнение, доводы, сразу признали виновным, могу доверить У меня, например, еще доводы будут писать, я могу их приобщить? Так, то есть, может, Денис Геннадьевич, тогда давайте переймемся к приступим к рассмотрению Так, у нас доверитель Семенов Андрей Сергеевич отсутствует, отходе место было извещено Нележащим образом присутствует защитник Таташвили Денис Геннадьевич Денис Геннадьевич, будут еще какие-то доводы, объяснения по данному административному материалу? Да, будет объяснение по делу об административном правонарушении В производстве заместителя начальника ГИБДД МВД России по Тосинскому району Минградской области майора полиции Карелина АА Дали должностное лицо, находится дело об административном правонарушении на основании протокола 147 Анна Борис за номером 02-70-32-28-05-2023 года Об административном правонарушении предусмотрено положение часть 2 статьи 12.25 КОПРФ, составленного инспектором взвода номер 2 УРДПС ГИБДД МВД России по Тосинскому району Минградской области Старшим лейтенантом полиции Устиновым АА дали должностное лицо в отношении Семенова АЭС Как следует из материалов дела, рассмотрение дела об административном правонарушении назначено 22.06.2023 год в 15 часов 0.00 по адресу Ленинградская область, город Тосно, шоссе Боробинон, 256 литера ГИБД Согласно материалов дела, интересы лица, прилегаемых к административной ответственности, представляет Аташвили ДГИБД, далее защитник В соответствии с положением частью 5 статьи 25.5 КОПРФ, защитник, представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, праве знакомства со всеми материалами дела, Представляет доказательства, заявлять ходатайство и отвода участия в рассмотрении дела обжалок применения мер обеспечения производства по делу Постановления по делу пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом Исходя из положения части 1 статьи 1.6 КОПРФ, обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка при лечении лица к административной ответственности В статье 24.1 КОПРФ предусмотрено, что задачами производства по делам об административных правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Как следует из материалов дела, при составлении должностным лицом протокола 147 Анна Борис за номером 02-7032-28-05-2023 года об административном правонарушении, предусмотренном положением части 2 статьи 25.5 КОПРФ, были нарушены права Семенова, что под противоречие действующему законодательству, а именно должностным лицом не были разъяснены Семенова процедуральные права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КОПРФ и статьей 51 Конституции РФ. В части 3 статьи 26.2 КОПРФ устанавливается запрет на использование доказательств, полученных с нарушением закона, в том числе получение доказательств нарушения порядка проведения административного расследования. В силу абзаца 2 пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ за номером 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях, существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. И иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении. В соответствии с положением статьи 26.2 КОПРФ протокол об административном правонарушении является основной формой фиксации доказательств по делам об административных правонарушениях. В силу положения части 3 статьи 28.2 КОПРФ при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотрены настоящим кодексом, о чем делается запись в протоколе. В соответствии с частью 4 указано выше нормы права физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть представлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представлять объяснение и замечание по содержанию протокола, которое прилагается к протоколу. В абзаце 2 пункта 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ за номером 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административном правонарушении, разъяснимо, что при рассмотрении дела об административном правонарушении, собранные по делу доказательства, должны оцениваться в соответствии с положением ст. 26.11 КОАПРЭФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении. Нарушение, увлекающим невозможность использования доказательств, а может быть призна в частности получение объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которому не были предварительно разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 12.25 КОАПРЭФ, составленного должностным лицом в отношении Семенов. В графе разъяснения положения ст. 25.1 КОАПРЭФ и ст. 51 Конституции РФ отсутствует запись должностного лица за разъяснением указанных процессуальных прав лицу, привлекаемого к административной ответственности в нарушении части 3 ст. 28.2 КОАПРЭФ. Всего пункта 3 ст. 29.1 КОАПРЭФ, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, выясняется, правильно ли составлены протоколы об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные названным кодексом, а также правильно ли оформлены иные материалы дела. В соответствии с пунктом 4, частью 1 ст. 29.4 КОАПРЭФ, на стадии подготовки дела к рассмотрению, выясняется правильный составлен протокол и соответствует данному положению ст. 28.2 КОАПРЭФ об административных правонарушениях. В случае, если данный протокол не соответствует данной норме, он подлежит возвращению должностному лицу, составившему ему данный протокол. В настоящее время такая возможность утрачена. Возвращение протокола для устранения недостатка после начала рассмотрения дела нормами КОАПРЭФ не предусмотрено. Устранение допущенного нарушения на данной стадии невозможно. Таким образом, на основании выше сложного и в соответствии с положением ст. 28.9 ст. 29.10 КОАПРЭФ прошу дело об административном правонарушении по протоколу 147 Анна Бориса номером 02-7032 от 28.05.2023 года об административном правонарушении предусмотрено частью 2 ст. 12.25 КОАПРЭФ, составленную инспектором, взводом 2 УРДПС ГИБДД МВД России по Точинскому району Ноградской области, старшим лейтенантом полиции Устиновым в отношении Семенова Андрея Сергеевича прекратить. время 15 часов 40 минут 22 июня 2023 год с уважением защитной подпись Денис Геннадьевича Каташвили. тогда переходим к вынесению решения по данному материалу, я не знаю, сейчас больше у вас не будет. дополнения нет, а в рамках этого дела нет. Как я поторопившись ранее рассказал, что в соответствии со ст. 12.25 часть 2 в отношении гражданина Семенова будет вынесено постановление о административном правонарушении. с меняем нарушение административно ответственность за данное правонарушение предусмотрено на 500 до 800 рублей согласно кодопису административных правонарушений. гражданина Семенова Андрея Сергеевича будет выписан штраф административным на размере 500 рублей. Данное решение может быть обрало на высшестоящем должностном лицу либо в суд. Постановление будет изготовлено, отправлено по почте гражданина Семенова, также его доверителю Таташвили и Низбиновичу. Я не доверитель, я защитник. Остановление выносится немедленно. Я могу с ним ознакомиться. С постановлением, да, сможете ознакомиться тогда. Сколько? Или делаем 7 минут на 20. На 20 минут, да? Да. Вознакомиться.